Ужасающий инцидент произошел около этого дома. Семилетняя Диана каталась на самокате. В этот момент из калитки этого дома внезапно выбежала большая немецкая обчарка. Она повалила девочку с ног и прокусила ей ногу. Я, видя вот этот ужас, я ее хватаю, то есть в обуви все я заношу на этот диван. Меня все трясет. Ни одна мать этого не выдержит. Скорая уколы, больницы и визиты к психиатру. Маленькая Диана вот уже три недели приходит в себя после встречи с соседским псом. Занятия в первом классе пришлось отложить. Школьную парту на время заменила больничная койка. А о бальных платьях девочка-профессиональная танцовщица пришлось забыть. У ребенка четыре глубокие раны, которые загноились. И как только калитка открыта, она выбегает. То есть за ней не следят. Думаешь, вылетит она в эту калитку сейчас или не вылетит. Это секунды, это было вот как стрела. Она вылетает, шибает и творит. Больше я испугалась, чем было больно. Сейчас ребенок идет на поправку. В школу начнет ходить со дня на день. А вот с танцами пока придется повременить. Но это еще полбеды, признается мама девочки. Диана панически боится выходить на улицу. Кстати, по словам родителей ребенка, ни извинений, ни предложений о помощи от владельцев собаки не поступало. А почему она не на привязи была? Потому что она во дворе у себя была. Но она выскочила. Люди открыли, дети открыли дверь, поэтому она и выскочила. Ну а собака-то где сейчас? Домирована, я же еще раз говорю. Ну а вы ее усыпили или что? Я не обязан ее усыплять. Собака здоровая. К слову, этот же пес год назад покусал мужчину. Местные жители говорят, что овчарка держит в страхе всю улицу. Взрослые и дети боятся лишний раз выходить из дома. И тем более... У меня дети, я в эту сторону запретила входить в эту сторону. Мы сами боимся. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Ведомство передало дело в администрацию железнодорожного района Барнаула. В телефонном разговоре чиновники пояснили, хозяин животного установлен, понесет наказание. По закону Алтайского края о содержании и защите домашних животных, который вступил в силу в январе этого года, виновнику грозит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Но этого недостаточно, считает мама Дианы. Она намерена идти в суд и добиваться уголовной ответственности, а также компенсации морального вреда. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.